Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Собственники недостроев в Кировской области не торопятся огораживать потенциально опасные объекты. Как сообщает региональный штаб УНФ, их насчитывается более десятка – в Кирове, Лузе и Котельниче. Ответственные за недострой компании уже получили предписание от местных властей с требованием ограничить доступ посторонних на стройплощадки. В некоторых случаях ситуация изменилась к лучшему. Так, на Сурикова-31 в Кирове активистам Народного фронта удалось добиться восстановления ограждения. Однако с несколькими опасными объектами вопрос по-прежнему не решен. Один из них находится на улице Ульяновской и используется для проведения игр в лазертак. Требование обеспечить безопасность объекта собственник получил еще в прошлом году. Однако, по словам местных жителей, никаких изменений за это время не произошло. Предписание городских властей проигнорировала и компания-застройщик объекта на Луганской 65А. Восстановить ограждения должны были еще в декабре прошлого года. Однако, обещание так и не выполнено. Реального результата удалось добиться лишь по трем из десяти выявленных опасных объектов, резюмирует ВОНФ и призывает чиновников переходить к более активным действиям. Отправлять сигналы о потенциально опасных недостроях могут и горожане. Жалобы принимают по телефону 25 18 24. Дайджест недвижимости. Москва за год заработала свыше миллиарда рублей благодаря приезжим. Собственники квартир, сдающие их в аренду, заплатили более миллиарда трехсот миллионов налогов. Как сообщили в столичной мэрии, за год коренные москвичи подали 26,5 тысяч налоговых деклараций и приобрели свыше двух тысяч патентов на сдачу жилья в наем. При этом число оформленных патентов за год выросло на 11%. Как говорят чиновники, это показатель того, что, цитирую, «сознательность граждан, их ответственность за собственное имущество растет». РИА Новости напоминает, что программа по борьбе с серыми схемами аренды была запущена в Москве пять лет назад. Наряду с полицией в ней участвуют управляющие компании, ТСЖ и сами жители. Власти столицы намерены довести собираемость арендных налогов до 5 миллиардов рублей в год. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости